Дрова мы приобретаем, где возможно, там и приобретаем, только не в нашем соликамском лесничестве. В лесничестве мы не можем дрова выписать ни в какую. Проблемы с водоснабжением и водоотведением, газификация, ремонт и содержание дорог, ветшающие дома, вывоз мусора. И это не все волнующие сельчан темы, на которые они общаются с чиновниками, свистны выезжающими в сельскую местность в рамках мобильной приемной главы. Последний в этом году выезд состоялся в Усово. В сельский клуб пришли не только жители этого села. Были люди из родников и соседней деревни Володина. Наши проблемы – это уличное освещение, вода, которая у нас, одна колонка на всю деревню, связь сотовая у нас, ее просто бывает нету, вот сегодня в данный момент ее вообще нету. Интернета у нас тоже нету, у нас нету стационарного телефона на всю деревню, одного хотя бы. Так, дорога, ну дорогу нам обещали подспать. Начальники управления и отделов администрации Соликамского городского округа отвечали на вопросы по своему профилю, рассказывали, что делается, что планируется делать, куда звонить с жалобами или приглашали в свое ведомство приехать, если ситуация требовала тщательного разбирательства, как, например, с очередью на жилье, которое сильно поменялось после слияния города и района. Вопрос доступности медицинских услуг на селе всегда актуален, поэтому с чиновниками в Усово приехали главврач Соликамской горбольницы и заместитель министра здравоохранения региона. Людмила Лукьянченко ответила на вопрос о возможности выездных приемов врачей узких специалистов. Вопрос, наберется ли по каждому специалисту 30 человек, которые к нему придут. Если они наберутся, давайте это спланируем с помощью ваших фельдшеров, которые здесь работают, и с конкретным выездом, но тогда должны прийти непосредственно те люди, то есть, чтобы не получилось так, что мы огорели город, приехали, предположим, Усовский, а пациентов в таком количестве не нашлось. Прозвучал вариант, когда трех-четырех человек записывают на прием друг за другом в один день и организованно везут к поликлинике и обратно. А замминистра здравоохранения напомнил селянам функции и цель фельдшерско-акушерских пунктов. Как участковый полицейский знает обстановку на своем участке, так и фельдшер должен знать, что у кого болит, особенно у людей с хроническими болезнями, быть проводником к получению медуслуг в городе и получать за свой труд достойную зарплату. Смысл ведь не в том, чтобы фельдшер просто находился на ФАПе. Смысл в том, чтобы в том районе, где находится фельдшер, снижались показатели смертности. В первую очередь, чтобы вырастало качество жизни у больных, которые имеют хронические заболевания. Вот наши конечные точки, для которых мы, собственно, и работаем. От фельдшера и до министра здравоохранения и до губернатора. В этом смысл. Ну а мы попросили Михаила Сергеевича развеять опасения наших телезрителей по поводу работы травмпункта в новогоднюю ночь. Ряд соликамцев волнует, что ввиду недавнего увольнения одного из врачей-травматологов, в праздник, возможно, помощи будет не получить. Замминистра считает, что такого не произойдет. Надеюсь, что уход одного человека, он не повлияет на общую концепцию оказания медицинской помощи. И есть заведующее отделение, он должен перераспределить работу. Если некому дежурить, пойдет дежурить заведующее отделение. Если заведующий по каким-то причинам не может, и он выходит первого числа, значит, пойдет главный врач. Во время общения с жителями сельских территорий об их проблемах были даны консультации. Разъяснен порядок дальнейших действий по каждому вопросу. Вопросы бывают как стандартные, так и нестандартные. Абсолютно разные. Абсолютно разные темы. И, естественно, все те вопросы, которые озвучиваются, они не остаются без ответа. В любом случае, наши полномочия, либо не наши полномочия, ответ жителю будет предоставлен. В декабре пишется план поезда к мобильной приемной главы на следующий год. Не исключено, что к выездам в сельские территории будет присоединяться и наша съемочная группа. Продолжение следует...